Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова Елена и наши кармические истории, которыми мы определяем судьбу по имени. Нам только до имя, а уж как выглядит его карма, мы всегда найдем информацию. Не про все имена у меня, конечно, информация есть, скажем так. Основные уже прошли череду и сейчас идет перезалив, напоминаю, этой тематики, для того, чтобы вы не забывали, что на канале есть карма имени и интересовались собственными именами. Но есть имена, которые тогда в коллекцию не попали. И вот сейчас я их дополняю, сегодня будем говорить об имени Венера. Имя встречается достаточно редко, но, скажем, цыганская народность очень почитает экзотические имена, там Венера может встретиться достаточно часто. Ну и помимо этого, это имя имеет место быть. Попробуем прорисовать кармический рисунок для того, чтобы понять, счастливое оно или не очень. Венера в переводе с латинского обозначает любовь. Так что, кто интересуется кармой имени Люба, может дополнительно поискать информацию и там. Неожиданным образом созвучия определенно найдутся. Но прежде чем мы перейдем к имени Венера, хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает канал, у кого есть такая возможность, бесконечно этому рада. По той простой причине, что донаты сейчас на вес золота. Я покупаю бензин в генератор, у меня бесконечное количество проблем, поскольку я одна зарабатываю в семье, и мне тяжело решать все возможные проблемы, поэтому для меня донат – это невероятное счастье. Кстати, зарабатывает криптокошелек, который позволяет переводить деньги с любой точки мира, без всяких ограничений и политических событий. Так что, если у вас есть криптокошелек, то у меня он тоже есть. Он расположен под каждым видео, и ваш донат будет высоко оценен. Ну, а теперь к имени Венера. В древней римской мифологии Венера – дочь Юпитера, богиня красоты и любви. А в древнегреческой мифологии Афродита. Так что это имя возникло, скорее всего, в честь мифологической богини, либо как отражение любви к планете Венера. С детства, конечно, здоровье ее желает лучшего. Растет неспокойной девочкой с постоянными заболеваниями, респираторными и инфекционными, которые не позволяют ей чувствовать себя хорошо. Часто из-за этого она не посещает детский садик, и родители занимаются домашним воспитанием. Внешне она, как правило, похожа на отца, а вот характер свой приобретает от матери, очень быстро копирует и демонстрирует эту копировку еще в детстве. Так что матерям надо быть поосторожней. Свой склочный нрав, если таковой, присутствует, не демонстрировать и всячески показывает только лучшие примеры для своей дочки, которая впитывает материнское поведение, как губка. Так уж складывается статистика, что родители Венеры часто не ладят друг с другом. В доме царит скандальная обстановка, постоянное выяснение отношений, и девочка очень в раннем возрасте воспринимает это достаточно трагично для саму себя и как модель будущих взаимоотношений. Вот почему, собственно говоря, нужно, чтобы здесь было полное добросердечие, понимание и взаимное уважение. Это куда более полезно для воспитания нашей Венеры, чем вы могли бы представить. От ее жизни могло бы сложиться все исключительно хорошо, ведь она очень способная девочка, невероятно музыкальная, исключительно пластичная, подвержена танцам, удивительно спортивная. И этим тоже надо пользоваться и записывать ее в соответствующие секции. Да и учиться она бы могла совершенно исключительно. Вот только есть у нее одна особенность. Она очень часто и совершенно непреклонна перечит учителям и спорит с ними. Из-за этого ее учителя не очень-то и любят. Зимние и осенние Венеры красивы, пользуются неизгладимым впечатлением у предположенного пола, предпочитают общество мужчин женскому коллективу. У них, к сожалению, особо нелегкий характер, им очень трудно найти общий язык даже собственной матерью, не говоря уже о том, чтобы строить прекрасные доброжелательные отношения с окружающим. Летние же напротив, да, впрочем, и весенние добрые, заботливые, но отличаются очень легким отношением к деньгам, потому состояние банкротства периодически на них налегает в полном объеме. Им бы денег, куры не клюют, было бы гораздо лучше. Все Венеры, вне зависимости от сезона, необыкновенно влюбчивые, но это не гарантирует им безупречного счастья в первом браке. Первый брак бывает пробным, что-то не сложилось, не получилось, и, соответственно, как бы картина вся смарывается. Но не только супруг виноват в том, что первый брак не получается. Сами Венеры по своей жизненной неопытности или неправильному поведению совершают такое количество ошибок, что их брак, к сожалению, бывает просто обречен. А вот второй брак куда более осознанный. Они успокаиваются, становятся необыкновенными приятными хозяйками, ответственными матерями. У них в основном рождаются дочери, реже сыновья. Так что, в принципе, все складывается совсем уже по-другому. Свои хозяйства ведут уверенно. Они прекрасные хозяйки. Вот. И такие же вдохновенные матери, которые много внимания уделяют детям, любят одеваться экстравагантно. Любимые цвета красные и фиолетовые. Носят достойно, не стесняясь этих цветов, которые, в принципе, не каждому, в общем-то, и к лицу. Скажем так. По профессии могут быть бухгалтерами, медсестрами, актрисами, модельерами. Ну, в общем, для них все разнообразные сферы весьма открыты. Есть мужчины, с именами которых у Венеры разногласий нет и вполне могут быть счастливые браки. Прежде всего, это Борис, Владимир, Виктор, Константин, Денис, Олег, Павел, Глеб, Богдан, Семен и Александр. Так что выбор у нее большой, есть из кого выбирать, и брачные узы вполне могут быть вполне приличными. Ну, как статистика гласит, есть и имена мужчин, с которыми в Венере лучше дел никаких не иметь. Это Леонид Николай, Станислав Ефим, Роман, Вадим, Виталий и Анатолий. Тут, к сожалению, отношения могут не сложиться. Вы скажете, ой, как мало, но зато ж по существу, дорогие мои друзья. Чего там растекаться мыслью по древу, учитывая, что это имя достаточно редкое, и ту информацию, что у меня по поводу него собралось, я считаю, вполне достаточно для того, чтобы мы, как говорится, вдохновились и поняли эту женщину от начала до конца. А с вами была Юлия.